В эфире выпуск целевого прогноза. Данные о Британии и Германии разочаровали. Вскоре состоится очередное заседание Еврогруппы. Со мной на линии сегодня Адам Соломон для обсуждения пары евро-стерлинг. Итак, курс восстановился после 7 лет минимального уровня, даже несмотря на слабые данные по розничным продажам Британии. Будет ли курс отклоняться от вашего прогноза 0,7250 в течение месяца? Данные по Британии на этой неделе были довольно неоднородными. Показатели розничных продаж не порадовали, но январские показатели, как правило, слабые после рождественского периода. Также хуже были цифры по кредитованию частных лиц. Так, фунт упал на 0,5% евро. Но, конечно же, в центре внимания будет развитие ситуации с Грецией заседания Еврогруппы. Текущий уровень неуверенности поставит евро под давление, но уровень 0,7250 будет превышен, я считаю, в течение этого месяца. Влияющим фактором также станет отток капитала из еврозоны и его перевод в Британию. 28 февраля – дата завершения программы финансовой помощи Греции. Вряд ли переговоры приведут к окончательному результату изменению ситуации. Ваш прогноз по курсу евростеллинг 0,7142 через три месяца – это следствие сохранения целостности еврозоны или потери одного члена. Я думаю, что обе стороны хотят решить вопрос таким образом, чтобы Греция осталась в еврозоне. Греция уже пошла на уступки в своих требованиях. Вскоре, я полагаю, обе стороны придут к соглашению. Если это произойдет, то евро может наконец-то стать стабильным в ближайшем будущем. Но все же, я считаю, фунт укрепиться к евро в течение квартала. В следующие месяцы ЭЦБ начнет масштабную программу количественного смягчения. Центробанк хочет выкупить гособлигации на сумму 60 миллиардов в течение 18 месяцев. Поэтому падение евро – самый вероятный сценарий в ближайшем будущем. Через шесть месяцев коренным образом может измениться ситуация Британии ввиду выборов. Какой исход вы ожидаете, прогнозируя 0,7142 по курсу евростеллинг? Выборы в Британии станут любопытным событием. Настоящее консервативное правительство поддерживает бизнес, и это положительно для стерлинга. Во время предвыборных кампаний и оглашения результата вопросов стерлинг будет волатильным. Но в течение следующих шести месяцев курс будет падать. Стерлинг, скорее всего, восстановится уже после проведения выборов. Многое будет зависеть от того, останется ли консервативная партия правящей. В целом, я считаю, что евро будет слабее, и курс евростеллинг будет на отметке 0,7142. Адам, спасибо, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь в Дукаскопе ТВ.